Сегодня в программе мы поговорим о том, почему Иисус сказал, что время на земле перед его возвращением будет похоже на время лота и ноя. Не пропустите этот важный выпуск «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Божьи их благословения и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мы начинаем новую серию под названием «Расшифровка книги Откровения». Очень многим интересна книга Откровения. Даже неверующим интересно, что же именно там сказано. И в этой серии мы разберем основные блоки этой книги. А если вы будете с нами до самого конца этой серии программ, то вас будет переполнять чувство радости, потому что вам наконец-то все станет понятно. Эта книга больше не будет пугать вас и вводить в замешательство. Хочу сразу же сказать, что я не буду вдаваться во все детали, потому что некоторые вещи мы поймем только тогда, когда они произойдут. Но я передам вам общий смысл, который благословит вас. Иисус сказал, блажен всякий, изучающий слова этой книги. Продолжу с того, на чем мы закончили в прошлый раз. На прошлой неделе я говорил о событиях, которые ведут к возвращению Иисуса. Иисус говорил о периоде скорби, который закончится его возвращением на землю. Я показывал вам, как еврейские пророки писали об этом. К примеру, пророки Иеремия и Даниил. В конце прошлой программы мы изучали 24-ю главу Евангелия от Матфея. А в этой главе Иисус отвечает на вопрос своих учеников о том, какими будут знамения конца времени и его возвращения. Отвечая на их вопросы, Иисус сразу же процитировал Даниила. Говоря о своем возвращении, Иисус ссылается на Даниила, подтверждает тем самым истинность слов Даниила. А затем в Евангелии от Матфея 24-й главе Иисус говорит, какой будет жизнь на земле перед его приходом. Говоря об этом, он вспомнил два эпизода из книги Батсиэ, или как она называется, на иврите Брешит. А именно, о Нойвом потопе и о Лоте. Иисус сказал, как было во дни Лота, так будет и во дни моего возвращения. На прошлой неделе мы уже разбирали этот отрывок из книги Батсиэ и говорили о жизни Лота. В то время гомосексуализм был настолько агрессивным, что ангелам Божьим грозило изнасилование гомосексуалистами. Лот защитил этих людей, и когда Лот сделал это, испорченное общество сказало ему, а кто ты такой, чтобы судить нас? Это означает, что гомосексуализм был настолько распространен, что любой, кто говорил, что это плохо и неправильно, то гомосексуалисты сразу же отвечали, а кто поставил себя судьей над нами? То же самое происходит на земле и сегодня. Иными словами, когда истинно верующий христианин или еврей говорит, что гомосексуализм — это совсем не то, что Бог придумал для человечества, то такого человека сразу же обвиняют в ограниченности, лицемерии и ханжестве, и говорят ему, а кем ты себя считаешь? Людей, которые говорят, что гомосексуализм — это плохо, осуждает большая часть общества. Это происходит не только в Соединенных Штатах Америки, но распространяется по всей планете, как лесной пожар. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу еще раз сказать. Я говорю это от всего сердца. Как видите, мои глаза широко открыты. Если вы выбрали гомосексуальный образ жизни, вы должны знать, что Бог любит вас так же, как и меня. Бог любит вас. Вот почему Он послал Своего Сына, чтобы спасти нас с вами. Иисус пришел не осудить этот мир, а спасти его. Если бы мы были идеальными, и с нами все было бы в порядке, Иисусу не нужно было бы приходить на эту землю. Но Библия говорит, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус любит вас. Если вы застряли в гомосексуальном образе жизни, если вы даже не помните, с чего вообще все началось, с чего начался этот бардак в вашей жизни, то я хочу сказать вам, что мы живем в мире, полном греха. Из-за греха многое идет не так. Но Библия говорит, что вначале Бог создал людей, мужчинами и женщинами. Таким был изначальный план Бога. В Бытии сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Мужчину и женщину сотворил их. Итак, изначально Бог задумал, если вы мужчина, то ваша главная черта – это мужественность, а если вы женщина, то ваша главная черта – женственность. И когда мы живем за пределами этой данной Богом идентичности, то Божий план, Божий замысел для человечества оскверняется и портится. Иисус желает вернуть нас к изначальному Божьему плану. Я говорю все это не в осуждении. Если вы чувствуете себя геем или ведете себя женоподобно, я лишь хочу, чтобы вы знали, что Бог задумал все совсем не так. Бог создал мужчину и женщину, и Иисус пришел, чтобы спасти всех нас. То же самое можно сказать не только о сексуальных предпочтениях, но даже о том, как сейчас говорит молодое поколение. Когда я слушаю, как сегодня говорят молодые мужчины, которым немного задваться, то в их голосе я чувствую этот дух. Поймите меня правильно. Я говорю это только из добрых побуждений. Очень часто, когда человек ведет гомосексуальный образ жизни или считает себя геем, как только он начинает говорить, то по его манере говорить можно сразу определить, что это гей. Это слышно по голосу. И сейчас все больше и больше молодых людей говорят так, хотя они могут даже и не быть геем. Но почему же у них такая манера говорить? Потому что этот дух распространяется по всей Земле. И Иисус сказал, что этот дух гомосексуализма будет так буйствовать на Земле перед его приходом, что это будет похоже на дни лота. Это очень серьезно, потому что так изменяется изначальная задумка Бога для всего человечества. У Бога была твердая позиция насчет этого. И так во всем. Например, он говорил израильтянам не сажать два вида семян одновременно. Он не хотел, чтобы его изначальный замысел перепутался и перемешался. Он также верил израильтянам не смешивать разные виды ткани в одежде, носить либо шерсть, либо лен, но не смешивать их. Бог также был против скрещивания животных. Почему? Потому что его изначальный дизайн идеален сам по себе. И когда мужчины стали женоподобными, или когда они стали заниматься гомосексуализмом, а также когда женщины стали мужиковатыми и занялись лесбийской любовью, это было извращением Божьего замысла. Знаете, что Иисус грядет, и Он любит нас. Но этот вопрос важен не только потому, что извращается наша идентичность, как сказано в Библии, мужчину и женщину создал их. Это не только путает нашу идентичность и замысел Бога, но еще Библия говорит, что другие грехи совершаются за пределами нашего тела. Например, воровство — это грех, и это плохо, но сексуальный грех. Кстати, грехом может быть и гетеросексуальный секс, потому что у вас может быть множество партнеров, или у вас секс вне брака, ну и так далее. Есть много разновидностей греха. Библия говорит, что сексуальный грех хуже других грехов. Об этом сказано в Первом послании к Оринфинам. Если вы откроете шестую главу и прочитаете восемнадцатый стих, то вы увидите это. Библия говорит, что сексуальный грех происходит в нашем теле. Иными словами, если я что-то украл, это неправильно, и за это меня ждет наказание. Но воровство происходит за пределами моего тела, а сексуальный грех я совершаю в моем теле. Так вы становитесь одним целым человеком, с которым у вас есть половые отношения. Это все очень серьезно, и мы видим, что во времена и Лота, и Ноя ситуация была настолько серьезной, что пришел суд Божий. В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус говорит, какой будет жизнь на земле перед его приходом. Именно такой. Он вспоминает два эпизода из книги Бытие, а именно о Ноевом потопе и о Лоте. Иисус сказал, как было во дни Лота, так и будет во дни моего возвращения. Поэтому мы должны быть крайне внимательными. Вернемся к нашей программе. Иисус сказал, что перед его приходом будет не только как во дни Лота, но и как во дни Ноя. Какой была жизнь во дни Ноя? Я уже говорил вам, что тогда мир был полон растления и насилия. Библия говорит, когда Бог посмотрел на весь мир и увидел все те растления и насилия, Он пожалел о том, что создал человека и опечалился. И что же Он сделал? Библия говорит, что Он очистил землю с помощью потопа. А действительно ли Бог затопил мир во дни Ноя? Если потопа не было, то мы можем подумать, что и то, что сказал Иисус, не произойдет. Иисус сказал, что перед Его приходом будет так, как во дни Ноя. Но если никаких дней Ноя не было, если не было никакого Ноя и никакого потопа, когда Бог очистил мир от грешных людей, чтобы начать все с чистого листа, то нам не стоит обращать внимание на слова Иисуса о том, что перед Его приходом будет так, как во дни Ноя. Но послушайте меня внимательно. Все большие цивилизации на этой планете, хотя нас разделяли расстояния, моря и океаны, а люди жили далеко друг от друга, на разных континентах, и не имели возможности общаться, потому что это было еще до изобретения радио. Тогда не было ни азбуки Морзе, ни радио, ни телевидения, но у каждой большой цивилизации на Земле есть своя история о потопе. Как такое возможно? Как все эти цивилизации, которые не могли контактировать друг с другом и были отделены друг от друга огромными водоемами, как так получилось, что у всех них есть свои версии истории о потопе. Все они рассказывают о том, что на планете был большой потоп. Почему так получилось? Разве только потому, что потоп действительно был? Бог не терпит насмешек, что человек сеет, то он и пожинает. Иисус сказал, вот, я приду скоро, поэтому трезвитесь и бодрствуйте, услышьте меня. Иисус любит нас. Я говорю об этом не для того, чтобы осудить кого-то, а для того, чтобы донести до вас, что Бог есть, и Он создал весь этот мир, и вскоре Он явит Себя миру, и мы должны быть к этому готовы. Иисус рассказывал притчу о десяти девах. Он сказал, что когда Он вернется, пять дев смогут пойти вместе с Ним, а остальные пять нет. в чем же разница в том, что вторые пять не были готовы ко встрече с Ним. Они не сделали его центром своего внимания. Я говорю об этом не потому, что я злой, узколобый, или ханжа, полный ненависти. Нет, моя цель в том, чтобы точно проповедовать Слово Божие и говорить вам о том, что Бог любит всех нас и желает, чтобы мы пришли к Ним. Он сказал, все утружденные, придите ко Мне. Ну, а мы движемся дальше. Иисус сказал, покайтесь, потому что Я приду скоро. Иисус предупредил нас о том, что будет период скорби. Он сказал, какой будет жизнь в это время, какой будет жизнь прямо перед Его приходом. А сейчас мы обратимся к еврейской Библии и посмотрим, каким ужасным будет этот период скорби. Когда мы смотрим на то, что происходит в мире, нам с вами очень сложно выйти из нашего мира. Когда мы слышим о наводнении, которое произошло в другой части мира или в соседнем штате, нам это чуждо. Мы видим в новостях трагедии, которые происходят во всем мире. но после этого мы возвращаемся к своей обычной жизни. Нам очень сложно осознать, что те люди чувствуют на самом деле. Я пытаюсь сказать, что нам сложно переключиться с самих себя. Лучше сказать, что мы поглощены тем, что происходит в нашей повседневной жизни. И нам сложно переключиться на что-то и понять, что именно произошло сто или пятьдесят лет тому назад, а также нас мало волнует, что будет происходить через сто лет. Но нам с вами важно переключиться и понять, что в мире будет происходить что-то ужасное, что может затронуть и нас. Всего семьдесят лет назад безумец по имени Гитлер захватил буквально весь мир. Нацистские солдаты подбрасывали в воздух еврейских младенцев и стреляли по ним, как подвижущиеся мишени. Да, это звучит ужасно и жестоко, но это правда. Это было. Может, вам даже хочется переключить меня сейчас, но я говорю правду, это было, и в ближайшем будущем тоже произойдет что-то ужасное. Ну а теперь давайте почитаем 13 главу пророка Исаии. Начнем мы с 9 стиха. А вот приходит день Господа. Осознайте, что этот день придет, он грядет. Об этом говорил Иисус Даниил, а теперь еще Исаия. А вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустыней, и истребить с нее грешников ее. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. А что мы видим сегодня в бизнесе? Безжалостных и жестоких людей, которые хвастаются своими достижениями. Бог говорит, я приду и положу конец высокомерным, гордым и надменным людям. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего, от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева его. На следующей неделе мы продолжим говорить об этом. Но давайте не будем прятать голову в песок, как страусы, делая вид, что всего этого на самом деле нет. Многие люди в церкви сегодня хотят слышать столько хорошее. А Павел сказал, что в последнее время люди будут уходить от здравого учения, а вместо этого будут слушать учителей, которые листят их слухом. Иными словами, люди больше не захотят слушать истину и Слово, потому что она будет слишком суровой для них. Они хотят слушать только о том, как Бог сделает их счастливыми, благословенными и богатыми, не понимая, что в Слове Божьем есть куда больше, чем это. И это важно. Обязательно присоединяйтесь к нам в следующий раз и записывайте эти программы. Приглашайте на просмотр своих родных и близких Иисус пришел не осудить наш мир, а спасти его. А если бы мы были идеальными и с нами все было в порядке, Иисусу не нужно было бы приходить, но Библия говорит, наречешь ему имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. Вы можете использовать наши материалы, чтобы начать у себя дома группу по изучению Библии. По каждой программе у меня есть список мест писания. Вы можете изучать и обсуждать их вместе с друзьями. Друзья, начните церковь в своем доме. Я люблю вас, я благодарен Богу за вас, я с вами, и я не считаю, что я чем-то лучше других. Я хочу лишь верно проповедовать Слово Божие. Спасибо вам за внимание. Отец, своими Ишуа, благослови каждое открытое сердце. Люблю вас, друзья, пусть Бог благословит вас, и шалом вам. Если у вас есть свидетельство о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельство», чтобы поделиться своей историей. Дорогой Равин Шнайдер и Синтия, как я рада слушать вас и узнавать о еврейском Иисусе. Каждое утро я с удовольствием жду ваших уроков. Я люблю читать и изучать Слово Божье, а особенно я люблю делать это с вами. Я рада, что могу каждый месяц жертвовать вам. Бог так благ ко мне. С любовью Христа, Мэри из Оклахомы. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке, тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них. Он дарует вам Свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Субтитры Да благословит вас Господь и сохранит и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас, Иисус любит вас. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни также. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народам. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование? Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал блажение, давай, чем принимать? Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены, шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса заходите на наш сайт. Смелая, вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга откровения расшифрована от Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровение расшифрованно». Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. «Узнавая «Узнавая»» «Узнавая» «Узнавая»